Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 27 сентября в мире отмечают Международный день туризма. Самарская область традиционно в числе популярных туристических направлений. С начала года регион посетили более 2,5 миллионов человек. Турпоток вырос более чем на 40%, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. По словам главы региона, сегодня большое внимание уделяется подготовке кадров для индустрии туризма и гостеприимства. В планах создание в Самарской области экопарка в Жигулевском заповеднике и обустройство экотропы в Национальном парке Бузулукский бор. Первый арт-объект проекта «Самарские шишиги-летуны» в рамках концепции туристического кода города открыли в Самаре сегодня. Где он появился, узнали наши корреспонденты. Самара наполняется волшебством. Первая шишига-летун, которая появилась в областной столице, расположилась на Хлебной площади. Открытие провели соавторы проекта, писатель-сказочник Денис Липстер и Елена Загороднева. Маленькая шишига стоит на миниатюрном пьедестале, на стене Музейно-выставочного центра истории и развития пожарно-спасательного дела. Когда ты живешь в Самаре, ты вдохновляешься чем, в первую очередь, Волгой, во вторую очередь, атмосферой старого города. И, собственно, они для того и нужны, шишиги, городу, чтобы все это объединить. Понимаете, у нас много прекрасного модерна, у нас есть потрясающая река, у нас есть Жгулевские горы и Самарская лука. И вот шишиг мы сделали для того, чтобы они как раз все это вместе объединили. На открытие нового городского арт-объекта Полина Тараненко попала случайно, прогуливаясь по историческому центру. Она первая сделала селфи с достопримечательностью. Я в шоке. Красивая, миниатюрная. Это круто, это хорошо, это интересно. Мне такие фигурки нравятся. Еще две самарские шишиги-летуны также расположились на пожарной каланче на Хлебной площади. Эти существа собирают лунный свет, с помощью которого творят добрые дела. Ожидается, что в городе появится 27 фигурок в 10 разных локациях. Светлана Кудрявцева, Полина Челюкова, Николай Епифанов. События. В Самаре разрабатывают концепцию туристического кода города. Она призвана наполнить пространство уникальными маркерами, которые отражают единую культурную составляющую областной столицы. Концепция включает в себя систему туристической навигации, новый туристко-информационный центр, арт-объекты и многое другое, о чем журналистам рассказали на пресс-конференции. В Самаре формируется особая территория, которую в самое ближайшее время нам предстоит открыть по-новому благодаря реализации программы туристического кода центра города. Это одно из мероприятий нашего национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Со следующего года у нас название национального проекта немножечко изменится, сократится. Это будет «Туризм и гостеприимство». Но мероприятие по формированию туристических центров наших городов, оно останется. И в этом году мы реализуем только первый этап реализации этого важного направления. В последние три года мы прирастаем на 40% в год, и в прошлом году нас посетило 1 млн 670 тысяч человек. В этом году мы ожидаем эту планку повысить, и более 2 млн туристов посетят наш замечательный город. Мы планируем в исторической части города создать систему навигации. Появится у нас туристко-информационный центр на речном вокзале, появятся ярмарочные домики на улице Ленинградской на пересечении с улицы Чапаевской. Те мероприятия, которые мы сделаем как раз до конца текущего года, это примерно 30% от общего количества мероприятий, которые запланированы у нас в проекте. Поздравили с профессиональным праздником и поблагодарили за безупречный и добросовестный труд. В мэрии прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню воспитателя и работников сферы дошкольного образования. За особые достижения и преданность профессии педагогов и воспитателей Самары поблагодарила глава города Елена Лапушкина. Подробности в нашем сюжете. Их профессия делится своими знаниями и накопленным опытом. Они помогают детям раскрыть свои таланты и войти во взрослую жизнь. Глава Самары Елена Лапушкина поздравила работников детских садов с Днем воспитателя, а школьных педагогов с наступающим Днем учителя. Я искренне счастлива, что в Самаре такое большое количество воспитателей и педагогов, которые по-настоящему любят свою работу и свою профессию. Что вы свою любовь, терпение, заботу вкладываете в детей, передаете щедро свои знания. И, конечно, я в этот день хочу пожелать, чтобы вот этой доброты, заботы и любви было и у вас в избытке. Благодарственными письмами и памятными подарками наградили тех, кто проявил себя в профессии. Студентка третьего курса Самарского вуза Виктория Мичева четвертый год работает воспитателем в детском саду номер 153. Пришла туда сразу после окончания колледжа. Рассказывает, работать с детьми – ее давняя детская мечта. Сначала я думала, что самые маленькие – это школьники, но потом, после окончания школы, я поняла, что есть дети помладше, которым три года, четыре года. И я поняла, что профессия воспитателя – это вот мое. Мне нужно туда, мне нужно к маленьким детям. Я понимаю, что я на правильном пути, что так и должно быть, что я на своем месте. И дальше больше, дальше больше развития. В этом году в Самаре выпустились более четырех с половиной тысяч одиннадцатиклассников. Более тысячи выпускников удостоены медалей за особые успехи в учении. 99 медалистов сдали ЕГЭ на 100 баллов. Ученик Ирины Фроловой в этом году получил высший балл на ЕГЭ по математике. Такой результат – итог планомерной работы, которая началась еще в средних классах, делится Ирина. В этом году она снова нацелена на успех, и у него есть математическая формула. Для того, чтобы успешный был ученик, нужно, чтобы было три составляющих. Это желание самого ученика, поддержка родителей и поддержка, конечно, учителя. То есть вот если кто-то из этого треугольника выпадает, то не получится, на мой взгляд. На сегодняшний день в городе функционируют 162 детских сада, 152 учреждения общего образования, 44 дополнительного образования. Помимо этого работают подростковые клубы, организации дополнительного профессионального образования. В учреждениях трудятся более 6000 педагогов и воспитателей, из которых почти треть – молодые специалисты в возрасте до 30 лет. Итоги летней оздоровительной кампании, развитие конкурентоспособности предприятий региона и вопросы соблюдения работодателями законодательства в сфере охраны труда. Эти и другие вопросы обсудили в мэрии на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под руководством замглавы города, руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли, администрации Самары Владислава Зотова. Подробности расскажем далее. Официальная и скрытая безработица в Самаре снижается. Такие данные привела руководитель территориального центра занятости на заседании трехсторонней комиссии Ольга Пашкина. Если по стране официальная безработица составляет 2,6%, то в Самаре этот показатель – 0,24%. На полторы тысячи состоящих на учете в центре занятости приходится около 21 тысячи вакансий. 62% – это рабочие профессии. Особое внимание в центре занятости уделяют трудоустройству лиц с ограниченными возможностями здоровья. Предприятия Самары выделяют квоты для этой категории граждан. С 1 сентября 2024 года квотированию подлежат работодатели, у которых среднесписочная численность работников от 36 человек. Изменился порядок расчета квоты. Если раньше она считалась за четвертый квартал предыдущего года, то сегодня расчет идет за предыдущий квартал текущего года. Устанавливают квоту субъект Российской Федерации. В Самарской области, как вы видите на слайде, установлена квота 2% от среднесписочной численности сотрудников. На заседании трехсторонней комиссии обсудили ход реализации программы развития промышленности Самарской области и повышения ее конкурентоспособности. Цель программы – создание экономических, организационных и правовых условий развития отрасли. Комплексные процессные мероприятия и формирование условий эффективности развития промышленных организаций имеют следующие задачи. Техническое и технологическое перевооружение промышленных организаций, создание условий для оказания финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в целых развитии промышленного комплекса. И организация информационно-разъяснительного сопровождения, региональной составляющей национального проекта производительности труда. В ходе заседания подвели также итоги детской оздоровительной кампании. Этим летом более 15 тысяч детей отдохнули в 196 лагерях дневного пребывания, открытых при самарских школах и учреждениях дополнительного образования. В 9 муниципальных детских оздоровительных центрах провели дни школьных каникул более 10 тысяч детей. Особое внимание в этой оздоровительной кампании уделили летней занятости детей, состоящих на различного вида профилактических учетах. В общеобразовательных учреждениях были утверждены приказы о закреплении ответственного сотрудника-наставника за обучающимися, стоящими на внутришкольном профилактическом учете. Задача этого сотрудника-наставника была обеспечить занятость ребенка, если он оставался в городе, не выезжал в лагерь, не выезжал к родственникам, к бабушкам, деревню и так далее. Если он оставался в городе, в этом случае несколько раз в неделю были организованы для таких ребят мероприятия. На заседании трехсторонней комиссии обсудили вопросы соблюдения работодателями законодательства в сфере труда. Факты нарушений, выявленные в результате проверок работодателей правовой инспекции труда, оперативно устраняются. Отметили эффективность работы в этом направлении и профсоюзных организаций, которые находятся в непрерывном взаимодействии с органами муниципального и регионального контроля. И правоохранительными органами. Галина Запилина, Николай Епифанов, События. Сотрудник СОБР Управления Росгвардии по Самарской области успешно прошел квалификационные испытания на право ношения знака отличия первой степени полицейского спецназа. Испытания проходили в три этапа. Сначала проверял состояние здоровья кандидатов, а после они сдавали тесты по тактико-специальной, правовой, политической, огневой, топографической и физической подготовке. Кульминацией стал финальный день. Спецназовцы выполнили череду упражнений на силу и выносливость, выполнили задания по штурму и стрельбе, продемонстрировали свою подготовку с учетом специфики служебно-боевого применения полицейского спецназа. Особое внимание в ходе экзамена уделялось стрелковому тесту. В итоге из 92 кандидатов, представлявших все округа Росгвардии, испытания успешно прошли только пятеро офицеров, и в том числе представитель Самарского региона. Все за меня переживали, и отряд переживал за меня, семья переживала, мать, все переживали, друзья, близкие, все поддерживали всячески. И это очень сильно помогало, на самом деле, да, очень сильно помогало. И вот в такие моменты ты уже сам понимаешь, что нельзя останавливаться, потому что тут как бы все за тебя, все ждут тебя с победой. Острое воспаление при коронавирусе может серьезно повредить сердечную мышцу и привести к миокардиту, перикардиту и другим сосудистым заболеваниям. А при гриппе часто обостряются хронические кардиологические проблемы. Об этом на фоне роста заболеваемости гриппом и ковидом предупреждаются марские врачи. Для снижения рисков возникновения осложнений при инфекции рекомендуют ввести в жизнь регулярные физические нагрузки, перейти на полноценное питание и сделать прививки от гриппа и ковид-19. Как работает прививка и почему ее не стоит бояться, у специалистов узнала Елизавета Прокопенкова. Грипп – это острое респираторное заболевание, вызываемое вирусами гриппа. Болезнь передается воздушно-капельным путем. Заразиться можно при общении с больными в местах большого скопления людей. Грипп опасен тем, что может вызвать серьезные осложнения. Лучший способ избежать их – не заболеть. А самый надежный способ избежать заражения – это вакцинация, говорят медики. При этом многие боятся делать прививку. Думаю, что вакцина может спровоцировать болезнь. На самом деле никакой угрозы нет. Вакцины создаются из частей белков вируса, которые никак не могут повлиять на здоровье, разъясняют специалисты. У вакцин, конечно, тоже есть именно местные реакции нежелательные в виде покраснений вместо введения вакцины, как один из моментов. Либо небольшое повышение температуры, но это расценивается как защитная реакция организма. Температура нам нужна для чего? Для того, чтобы ускорить все процессы. Это защитный механизм, физиологический механизм. Поэтому, если мы привелись и есть температурные реакции, это еще даже лучше, потому что это ускоряет выработку защитных антител. Прививку нужно делать ежегодно. Это связано с тем, что уровень антител со временем снижается, и иммунитет уже не способен так активно бороться с заболеванием. Кроме того, мы с вами знаем грипп у человека, но им болеют и животные. Мы слышали уже и про свиной, и про куриный грипп, и про птичий грипп. Поэтому от гриппа необходимо вакцинироваться ежегодно. Вирусы чуть-чуть отличаются, ученые за этим наблюдают. Вспышки гриппа чаще всего случаются в декабре. Для того, чтобы уберечь себя от вирусов, нужно выработать в организме антитела заранее. Поэтому вакцинироваться рекомендуют в октябре или ноябре. Жители региона могут пройти иммунизацию в одном из стационарных прививочных пунктов. Найти адреса и график их работы можно на сайте областного Минздрава. Елизавета Прокопенкова, Константин Головин, События. 29 сентября в России отметят Всемирный день сердца. Это один из самых важных органов человека. Ведь сбои в его работе ведут к необратимым последствиям в организме. О том, как бег развивает сердце и на каких аппаратах можно проверить его работу, сюжет Ксении Бакановой. Оно работает 24 часа в сутки. Качает кровь по нашему организму и задает ритм жизни. Сердце – очень важный орган, говорит студентка Наталья Ковылина. Об этом она знает не понаслышке, ведь у нее когда-то были с ним проблемы. Медики не допустили Наталью даже к сдаче нормативов в ГТО. Однако девушка не отчаялась. Начала бегать по утрам с папой. Я решила не слушать врачей в этот момент и продолжила заниматься, но с более-меншей нагрузкой. И вот сейчас уже могу похвастаться, чтобы не сглазить. Сердце восстановилось. Действительно, тренировки мне помогли, потому что система, когда ты постепенно-постепенно начинаешь бежать от короткой дистанции к более длинной, у тебя уже сердце привыкает и начинает работать более активнее и результативнее. Теперь спор для Натальи как волшебная таблетка от проблем. Во время бега она совмещает приятное с полезным, слушает любимую музыку и тренирует свой организм. Сердце – это мотор, центр и святая святых человеческого тела. Его воспевали великие поэты, изучали лучшие научные умы. Всего лишь за одну минуту оно перекачивает почти 6 литров крови, а в экстремальных условиях около 30. Сегодня наука знает о сердце почти все, однако ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирают 18 миллионов человек. По словам врачей, следить за работой сердца нужно с раннего возраста, а после 40 лет ежегодно проверять его работу. Первым делом нужно сделать ЭКГ – одно из самых простых и доступных тестирований. К пациенту подключается специальный прибор, и уже через 5 минут врач сможет увидеть, как работает сердце больного. Можно выявить здесь наличие ишемических изменений, гипертрофию, того или иного отдела, или левого желудочка, предсердий, нарушение проводимости, атеровентрикулярные блокады. Если человек предъявляет жалобы, но на электрокардиограмме мы ничего такого серьезного не видим, но есть какие-то подозрения, мы направляем человека на эхокардиографию. Инфаркты реже, инсульты гораздо чаще, а на спасение всего 4,5 часа. Болезни сердца могут проявлять себя по-разному. У человека появляется одышка, чувство нехватки воздуха, учащается сердцебиение. Если заметили у себя неприятные симптомы, нужно обратиться к врачу. Помните, здоровье сердца только в наших руках. Не будьте заложниками вредных привычек, больше двигайтесь, старайтесь проще относиться к неурядицам и житейским неприятностям. Ксения Баканова, Валерий Майоров, Сергей Баскин, Константин Головин. События. В Самаре открылась выставка фотографий «Черное и белое». В экспозиции 140 работ членов фотообъединения областного союза журналистов. Работы в числе первых увидела и наш корреспондент Елизавета Прокопенкова. Профессионалы и любители фотоискусства собрались в одном зале, чтобы увидеть работы самарских фотокорреспондентов. 140 монохромных снимков объединили в экспозиции «Черное и белое». Выставка открылась в историческом парке «Россия. Моя история». В экспозиции представлены работы членов фотообъединения областного союза журналистов. Принцип тот, что это работы, которые раньше не выставлялись, новые, потому что это свежее что-то, как бы отчетное за год. Поэтому вот это главные критерии отбоя. «Черное и белое» фотография, она, конечно, в чем-то проще, в чем-то сложнее намного, потому что, с одной стороны, за цвет не спрячешься, его нет просто. Поэтому тут только другие какие-то законы, там, свет прежде всего. Свет, тень, ритм. Выставка «Черное и белое» – творческий проект, отражающий разные жанры, стили и авторские взгляды. Мария Кейлина представила на суд зрителей четыре работы. На кадрах изображены члены ее семьи. Мне хотелось бы, чтобы увидели наличие какого-то смысла, какую-то интересную задумку, сюжет, потому что мне нравятся жанровые фотографии, мне нравится, когда кадр цепляет, и хочется, чтобы зритель что-то такое тоже в них заметил. Геннадий Коломеец свой творческий путь начинал именно с черно-белой фотографии. На выставке представлены три его работы. И хотя фотограф занимается любимым делом уже несколько десятилетий, фото-выставки участвуют впервые. Черно-белая фотография, несмотря на то, что сейчас цвет, можно сказать, преодолел все остальное, черно-белая фотография интересна тем, что она близка к графике, она более лаконична, она не отвлекает внимание зрителя цветом, цветовыми пятнами, позволяет как-то сконцентрировать внимание зрителя на том, что я хотел сказать. Выставку фотографий «Черное и белое» можно увидеть до 13 октября. Вход свободный. Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов. События. Далее новости спорта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Баскетболисты Самары проиграли второй матч на старте нового сезона Единой лиги. В Казани самарцы играли против местного Уникса. После равного начала хозяева завладели преимуществом и на протяжении всей встречи лидировали в счете. Гости несколько раз предпринимали попытки догнать оппонентов, но меньше чем на 7 очков сократить разницу не получалось. 70-86. Поражение Самары. Женская баскетбольная команда Самары пока готовится к старту чемпионата. Клуб принял участие в домашнем предсезонном турнире в четвертом Кубке президента Федерации баскетбола Самарской области. В финальном матче Самара сыграла против ОГМК из Екатеринбурга. Хозяйки паркета с первых минут действовали очень активно и даже повелись разницей в 12 очков, но после этого фавориты включились и стали забирать игру под свой контроль. К большому перерыву гости вышли вперед, а затем и оторвались в счете. 60-87. Поражение Самары и серебряные медали турнира. Хоккеисты Лады продолжают серию поражений в КХЛ. На своем льду тольяттинцы принимали казанский Акбарс. Матч начинался для хозяев непросто. Казанцы забили на первых минутах и много атаковали. А в середине второго периода счет стал 0-2. Однако уже через 42 секунды на табло было равенство. А перед самим перерывом тольяттинцы вышли вперед. В третьем периоде ситуация снова изменилась. Гости за пару минут вернули себе преимущество и смогли сохранить его до конца встречи. 3-4. Поражение Лады. В Пекине проходит крупный теннисный турнир категории WTA 1000. Пропускавшая первый круг, уроженка Тольятти Диана Шнайдер в матче второго раунда сыграла против американки Софьи Кинин и победила 6-2-6-3. Встреча продолжалась 1 час 7 минут. В каждой партии россиянка вела 3-0, после чего спокойно заканчивала сеты в свою пользу. Также Диана сделала 6 эйсов и 5 двойных ошибок и взяла 4 гейма на подачу соперницы. В третьем раунде Шнайдер сыграет против победителя матча между Магдаленой Фрэнх и Алисией Паркс. В Сызрани завершились всероссийские соревнования по самбо на призы мастеров спорта международного класса Елены Тарасовой и Оксаны Танцуры. В соревнованиях принимали участие 366 спортсменов из 23 регионов России. Они соревновались в категории 12-14 и 14-16 лет у девушек и в категории 14-16 лет у юношей. Турнир стал отборочным для участия в первенстве России по самбо. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вышло новое мобильное приложение Госуслуги Дом, которое поможет собственникам квартир решать все вопросы ЖКХ через смартфон. Сообщает телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Минцифра и Минстрой России ведут активную совместную работу над удобством цифровых сервисов. Для работы в приложении потребуется учетная запись госуслуг. Через приложение можно подать коллективную заявку от имени нескольких соседей. Когда управляющая организация ответит, приложение повестит всех присоединившихся к заявке соседей. Городской департамент транспорта в своем телеграм-канале напоминает, что октябрь – последний месяц в году, когда организуются рейсы к садово-дачным массивам и обратно. В соответствии с утвержденным расписанием, традиционно с 1 октября перевозки по этим направлениям выполняются только по субботам и воскресеньям, по пятницам они не осуществляются. Дачные маршруты завершат свою работу 27 октября. 30 сентября с 10 до 12 часов в Железнодорожном районе будут перерывы в электроснабжении. Это связано с аварийными ремонтными работами. Список адресов, которые затронут отключение, можно прочитать в телеграм-канале администрации Железнодорожного района. Благодаря программе поддержки инициатив населения муниципальных образований в Самарской области губернаторский проект «Содействие» активно ведутся работы по благоустройству общественного пространства в поселке Управленческий. Обустраивается спортивная площадка по Красноглинскому шоссе и Парижской коммуны. Данный проект направлен на поддержку социально значимых инициатив жителей региона и средств областного бюджета, пишет телеграм-канал Красноглинского района. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok